Соревнование по шпаге среди мальчиков, как и ожидалось, стало самым массовым на первенстве России. Конкуренция была настолько высокой, что уже с табло 128 даже явные фавориты испытали проблемы в своих боях. Доказательством непредсказуемости в соревнованиях по шпаге служит Илья Попов. Неудачно отфехтовавший в группе спортсмен начал тур прямого выбывания с 256-й, но в итоге добрался до полуфинала, где уступил Антону Махову, который двумя очень тяжелыми победами в 16-й и восьмерке проложил себе путь на подиум. Вторыми путевку в финал разыграли Кирилл Танков и Илья Глямшин. В отличие от соперника, Кирилл начал бой очень уверенно и вел со счетом 8-4, но собравшись в оставшейся половине боя, Глямшин нанес 8 уколов против одного. В финале, который завершился за один период, события развивались очень стремительно, и уверенно фехтовавший Глямшин с первых же уколов, захвативший инициативу, победил со счетом 12-7. Ну, вообще, сначала мандражировал, но после как-то все отошло и свободно начал фехтовать. Ну, просто фехтовать надо было и все, выигрывать. Долго к этому шел. Походу, сегодняшний день вообще доволен своим фехтованием? Да, очень. Мне вот что-то тренер говорил, я все делал, тренера слушал. Какие у тебя теперь планы, какие турниры, где будешь участвовать? Ну, не знаю, но буду участвовать, буду побеждать. А в Сочи планируешь выступить на кадетском турнире? Думаю, да. Этой победой Лия порадовал не только себя, но и приехавшего поддержать его брата. Ну, а самое главное, конечно же, своего тренера. Ну, на самом деле эмоции зашкаливают, я очень рад, мы долго к этому стремились, долго к этому шли, и поэтому действительно только радость. Только радость для достижения данной цели, данной победы. Признаюсь честно, я после пульки пришел, то есть, когда отборочные прошли, я почему-то был уверен, что мы дойдем куда-нибудь поближе к финалу, но действительно все произошли от ожидания, мой брат произошел. Поэтому дальше, грубо говоря, надо взрослеть и подтверждать свое чемпионство. Ну, честно говоря, переживала, конечно, вот, ну и, хотя была уверенность, потому что, ну, как бы, я своим тренерским глазом уже смотрю, вижу, что парень, ну, в принципе, созрел уже, готов. Он перед этим у нас Москву выиграл, стал чемпионом Москвы, так что, в общем-то, все было примерно предсказуемо. Хотя, ну, немножко сомневался, было дело. Какие коррективы по ходу дня сегодня вносили в фехтование, или? Да, я вносил, как у нас единоборство, основа дисциплина. Я, просто требования были, чтобы он, то, что я, образно говоря, ставил, какие установки, он должен был исполнять все, он выполнил все практически, все было. В прошлом году, Илья, если не ошибаюсь, вылетел за бой, за вход в 64, да, на этом соревнованиях. Получается, что за год такой прям шаг вперед значительный? Ну, потому что я в прошлом году не совсем, я работал со сборной, в общем-то, у меня, я был на сборах все время, на выездах. За границей, в принципе, меня, ну, я совсем очень редко и внимания я не мог, но уделить, в общем-то, в должном мере. Но вот сейчас, как бы, у меня время появилось, мы плотно взялись, заработал. Какие теперь новые цели, новые вершины покорять будете? Ну, я думаю, будем к чемпионату мира готовиться, к своему. А первенство России, среди кадетов в Сочи? Ну, первенство еще рановато говорить, о первенстве России в Сочи, потому что мы еще, ну, маленькие. Ну, поедем, все равно будем драться, проверим себя. На этом соревнования по шпаге на первенстве России в Лобне завершены. Надеемся, как можно больше ребят увидеть в Сочи на первенстве России среди кадетов, которые будут показываться в прямом эфире. Ну, а завтра смотрите отчет о результатах соревнований по рапире среди девочек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!